В преддверии Дня Победы запорожским ветеранам, участникам боевых действий, инвалидам войны и членам семей погибших будут выплачены одноразовые денежные пособия. Об этом на пресс-конференции рассказали представители областной власти. Подробности далее. В Запорожской области по подсчетам местной власти около 55 тысяч человек получат одноразовую денежную помощь к майским праздникам. В этом году разовую помощь получат и участники боевых действий в антитеррористической операции и семьи погибших. Минимально по 170 гривен получат участники войны, узники концлагерей и некоторые другие категории борцов с национал-социалистическим режимом в тылу. По 465 гривен перечислят членам семей погибших. 920 гривен полагается участникам боевых действий и малолетним на то время узникам концлагерей. Инвалидам войны по группам выплатят от 2 до 3 тысяч гривен разово. Порядка 3 тысяч гривен получат те, кто имеет особые заслуги перед Родиной. Все выплаты уже перерахованы на рахунки районных и городских управлений садзахиста населення. Хочу зазначитесь для участников АТО, что мы будем нараховывать и в другом выплатном периоде квитня и в 1 травня. Все парни, которые получают статус участника боевых действий до 5 травня, все они смогут получать помощь от государства до отзначения дня победы. Таким образом, планируют поддержать запорожских защитников и тех, кто пострадал в годы войны. Также объявили о проведении ежегодного благотворительного телемарафона «Память», который состоится 5 мая в Театре имени Магара. Уже начат сбор денежных средств, которые пойдут на оказание адресной помощи ветеранам войны, бойцам АТО и членам семей погибших. По вопросам участия в благотворительной акции рекомендуют обращаться в департамент судзащиты у Болгосадминистрации по телефонам, указанным на экране.